Когда мы говорим об интерпретации ГДИС, мы обычно имеем в виду анализ регистрируемого давления во времени на неустановившемся режиме фильтрации. В течение проведения ГДИС мы создаем импульс, изменение дебета путем открытия или закрытия скважины. В то же время мы регистрируем дебет обычно на устье и давление обычно на забое. Существует два основных типа ГДИС. Это регистрация КСД или КПД и регистрация КВД. КСД это снижение забойного давления в динамике при постоянном дебете скважины. КВД это рост восстановления забойного давления в статике при закрытии скважины на забое или на устье. Основная часть информации, полученная в результате анализа КСД, может быть получена и в результате анализа КВД. Однако существуют преимущества и недостатки каждого типа из двух. Основным недостатком регистрации КСД на режимах является трудность в поддержании постоянного дебета и это может быть критично сказываться на качестве исходных данных. Существует также ряд специфичных типов ГДИС. Одним из них является нагнетание или фоллофтест, применяется при исследовании нагнетательных скважин. В то время, когда флюид нагнетается в скважину, давление растет или становится константным. После прекращения закачки забойное давление и уровень скважины начинают снижаться. Гидропрослушивание или ПАЛСТЕСТ это исследование с вовлечением нескольких скважин. Технология исследования включает в себя две или больше скважины, причем одна из них должна быть действующей, а другие наблюдательными. Исследование имеет цель определения гидродинамической связи между районами продуктивного пласта и определения его свойств. Окончательные газодинамические исследования в принципе являются комбинацией режимов регистрации КСД и КВД. Это Back Pressure Test, изохронный, модифицированный изохронный. Все они нацелены на определение продуктивности абсолютного потенциала, не дорси, скинфактора. При широком спектре целей, преследуемых при проведении ГДИС, они лучшим образом группируются в зависимости от типа скважины. А именно различные цели преследуются при проведении исследований для разведочных, оценочных и эксплуатационных скважин. В разведочных скважинах основной задачей является подтверждение присутствия извлекаемых углеводородов в пласте, их природа, начальное пластовое давление и свойства пласта. Для этих целей обычно проводится ДСТ-тест или исследование пластов на трубах. Для оценочных скважин необходимо подтверждение характеристик пласта, взятие глубинных проб флюидов ПВТ, более продолжительные исследования для характеристики границ продуктивного пласта. Для эксплуатационных скважин основными задачами являются информация для принятия решения по оптимизации добычи скважин, проведение ГТМ по стимуляции притока, определение текущего пластового давления. Проведение гидропрослушивания направлено на принятие решения по управлению пластом. Результаты интерпретации данной ДСТ можно объединить в две группы. Первая – характеристика скважины. Мы узнаем об эффективности работы оборудования скважины, оценим заканчивание и потенциал, определим скинфактор. Вторая – характеристика продуктивного пласта. Мы узнаем эффективную проницаемость, горизонтальную, вертикальную, определим неоднородность коллектора, трещиноватость или другие свойства. Оценим границы распространения коллектора, форму и расстояние, а также начальное и среднее пластовое давление. При выполнении интерпретации исследований нам приходится решать обратную задачу гидродинамики. Само по себе решение обратной задачи не обязательно приводит к гарантированно верному результату, так как при определенных условиях задача будет иметь несколько математически равнозначных решений. Однако дополнительная априорная информация позволяет сократить множество проблеженных решений. Основная рекомендация при интерпретации сводится к тому, что более важным при анализе ГДИС является обоснованный выбор аналитической модели, чем наилучшее совмещение фактических и теоретических кривых. Некорректно выбранная модель может сделать результаты интерпретации абсолютно неадекватными, даже при хорошем совмещении данных. В качестве других источников для согласования результатов интерпретации можно привлекать результаты анализа ПГИ, керна, петрофизических кривых открытого ствола, результатов интерпретации по другим скважинам этого месторождения. С дополнительной информацией об интерпретации, о программном обеспечении для интерпретации ГДИС можно ознакомиться на сайте Gintel.